Здравствуйте дорогие друзья, с вами Игорь и сегодня на рассмотрении игра FIFA 20. Я получил сегодня от EA Games 5 продвинутых игроков. Давайте с ними познакомимся. Их дают всего на 5 игр. Я хочу попробовать поиграть, потому что я постоянно жаловался, что у меня слабые игроки, которыми я играю, и я постоянно проиграл. Вот сегодня давайте посмотрим, то ли я слабо играю, то ли я сегодня все-таки что-то забью кому-то. Единственное, что может быть, что их дали не только мне, а дали всем, и естественно я могу сейчас нарваться на игроков с такими же мощными так сказать футболистами, которые меня тоже порвут, которые возможно лучше играют, у которых скилл лучше. Значит мне вот дали одного 97 уровня Канте, вы видите его характеристики, дали Ван Дик, я их тут переучил, так вот этого дали, Мбаппе, Роналда и Месси. Вот Месси, правда, у меня не совсем по теме стоит, я в ЦАП поставил ПФА, но как бы все равно это правый, он право-фланговый атакующий, это центральный атакующий полузащитник, да, получается, но он справа стоит. Переучить я его никак не могу, он не подходит ни под какое из моих определений. Но с другой стороны, значит, рейтинг 91 получается, сыграно 71. А то, что у меня там стоял до него, конечно, он по характеристикам хуже, то есть, возможно, все-таки он вытянет за счет характеристик. И под правую ногу, я думаю, ему будет нормально играть. Так, я сейчас попробую выбрать матч, посмотрим, кого против меня поставят. Так, заходим в онлайн. Значит, это у нас Ultimate Team Division Rival. Выбираем. Выбираем, играйте в Rivals. Так, все, мы можем принять участие в игре. Нажимаем поиск соперника. Сейчас посмотрим, кого против нас поставят. Так, соперник по умолчанию. 92 рейтинг. У меня 91. Но все равно, сыграно 100%. Да. Все равно ставят сильных. Так что, я думаю, что я сейчас сильными и попаду на слабого и выиграю матч. Моя надежда не сбылась. Так, я оставляю только один из дикторов, потому что слышно кнопки, как стучат, когда играет. Есть на комментаторской позиции Константин Генич. Смотреть мы с вами сегодня будем матч в рамках Division Rivals. Отличная атмосфера сегодня на трибунах. Очень красочно. И болельщики ведут себя громко. Надеюсь, игроки вдохновятся этим. Матч у нас будет ярким. В этом нет никаких сомнений. Здесь игра важна для обеих команд. Ну и атмосфера сегодня на стадионе просто великолепная. Защита первая на мяче. Вынос. Вот в таком составе играют хозяева. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки. Вывести центральный. Санчо! Невероятный сейф! Идет мяч в штрафную. Ох, как не получается у защитника мяч вынести. Маталь ждал этот мяч. Елегко забирает. Кай Хаверц. Ащет вперед мяч. И подача туда, в сторону ворота. Навесить мяч получилось. Вот только адресаты мяч не нашли. Юлиан Бранд. Играют они в пас. А сейчас вперед можно выйти. Здорово играет Лобиаш. Очень и очень опасно сейчас было. Жером Русиен. Отдает он передачу. Так, как видите, все равно мне навесили гол. Но хотя играть намного легче, я вам скажу, такими игроками. 1-0. Сейчас будет веселее. Бирло. Потеряли они мяч, теперь надо отходить по бороду. Атака через шланг идет. И Месси там свободен. Могут навесить хозяева. Эта атака упирается в защитника, который выбивает мяч подальше. Прямо на соперника сыграл он сейчас. Отдал мяч просто так. Кингсли Кома. Играет пас команда. Есть игрок впереди. Пройдет передача. Отличный момент. Но оборона здорово тоже действует. В центре штрафной подан мяч с углового. Головой он играет. И мяч опять у партнера. Выбив аут. Правильно. Юлиан Бранд. Нужен навес. Свисток промолчал. Значит, можно продолжать игру. Накрывает его прессингом. И подает в штрафную. Канте очень надежно играет сейчас. Отлично. Во Воронье сыграно. Атака не получилась. Вместе. Хорошо в отборе сыграно. Будет аут. И этот мяч на фланге для Лионеля Месси. Судья дает продолжить игру. Хотя в паузе, возможно, будет желтый карточек. Бить можно и забивать. Так наручают свою команду. Сейчас Лопеш. Невероятное спасение. С близкой дистанции он тащит удар. Отдает он мяч обратно. Партнер. Голкипер забирает мяч. Мяч будет введен из-за боковой. Юлиан Бранд. Хай Хаверц. Отличное видение игры. Очень здорово он в перехвате сыграл. И выносит мяч за лицевую защитник. Жером Руссион. Лионель Месси. Гриштиан Роналду. Мы его, конечно, узнали. Гриштиану Роналду уже не просто футболист. Он часть современной поп-культуры. Икона стиля и пример для подражания. Гриру уже дал. Роналду удар наносит. Мяч словно приклеился к перчаткам галкипера. Через фланг атака пошла. И тут есть свободное проставство. А вот сейчас может быть опасно. Бажнейший отбор он сделал. Кингсли Кома. Тащит мяч. Вперед он. Штрафной подачи. Есть там кому сыграть. Хорошая была ситуация. Вот только навес этот у него явно не получился. На вынос играет защитник. Месси. Атака через фланг идет. И Месси там свободен. Может тут навес получиться. Роналду. Тренер, по-моему, не верит, что с такой дистанцией можно не забить. Просто взяли и подарили мяч вратарю. Нет, такие шансы, конечно, надо использовать. Недостаточно хорошо они играют в атаке. Моментов, откровенно говоря, и работы у вратаря соперника почти нет. И это хорошо видно по статистике. Так что если они хотят забивать, то должны играть более интересно в атаке. Подавай! Справились игроки обороны, могут перейти. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. А выигрывает он своего соперника. Это аут. Юлиан Бранк прямо на соперника сыграл он сейчас. Отдал мяч просто так. Месси на фланге. Есть перед ним свободная зона. Великолепен защитник сейчас. Спас команду он этим действием. Кум-кум. Кома. Может быть интересно. Гейксли Кома. Мяч у вратаря. Все в порядке. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Через пас нужно от такого прессинга уходить. Две минуты добавлено к основному времени тайм. Продолжает идти вперед. Удалось нейтрализовать атакующего игрока, кто будет первым на мячах. Уходит команда на перерыв. За 45 минут забит один единственный бомб. Так, да, играет намного легче с такими игроками. Не так часто у меня мяч отбирают. И я чаще к воротам подбегаю. Были несколько у меня опасных моментов, которые я создал. К сожалению, бываю, я не забил пока что. Так. Как видите, два, голы один, ударов у него семь. Удары в створ два, отборы мяча. Так, поехали далее. Продолжить матч. Продолжается наш матч второй тайм. Не удается его остановить в защите. Есть удар. Здоровый драйв, Клопиш. Хороший удар. Чуть точнее был бы гол. Сложный удар он наносил, бил с лету и пробил действительно довольно опасно. Вратарь рад, что мяч не попал в створ в ворот. Хорошо в прессинге играет соперник. Нголо Камте. Роналду. Коре. Здорово он с мячом идет. Мбаппе на дальнюю пошла подача. Атака первой на мяче. Атака закончена и будет удар от ворот. Отворот. Юлиан Бранк. Терев. Камте. Неплохой удар, но вратарь на месте. Критическая ошибка сейчас может случиться. Как здорово он игру читает. Я не знаю, мне или не везет, но такие моменты вообще. По мяча теперь одна команда ведет. Солидное преимущество. Вирджил Ван Дэйк. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Мяч вперед идет к чужим воротам. И пробил. Атарь тут хорошо играет. Мяч летит в центр штрафной. Лионель Месси. Виштиану. 30 минут играть осталось. Молодец. Арбитр увидел тут преимущество и не стал игру останавливать. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Руль Гонсалес. И вперед он идет. А Клопиш играет здорово. Великолепно он мяч переводит через перекладину. Идет штрафной мяч. Очень вовремя защитник играет на вынос. Аут около штрафной. Это может быть опасно. Жером Русиен. Подача в центр штрафной. Фандаик прерывает этот навес. Катают они мяч. Аут будет рикошет был. Поддерживает он атаку с фланга. Самый простой и надежный способ в такой ситуации просто-напросто выветь мяч и все. Можно навешивать. И выходит мяч из игры. Не смог он от прессингу идти. Хорошо он играет силой. Да, его есть за что похвалить. Он действительно очень здорово пока что играет. Старается завершать атаки, наносит удары и, как мы видим на графике, забивает. В общем, играет так, как и должен играть форвард. Акунье. Потеря и у соперника. Пол команда обыграл. Ничего себе. Мяч в ворота залетает. Как-то вообще, я вообще не могу, я вообще не понимаю. Ну как? У меня три или четыре попытки удара по воротам. Сейчас что-то голкипер игрокам обороны. Но тут ситуация, как в пословице. Нечего, дорогой, на зеркало. Да-да. Дальше мы знаем. Все именно так. Одна команда сегодня на поле. Идут в атаку они. По мячу попал, а вот по воротам. Мяч у соперника теперь будет. Соперник тут хорошо борьбу навязал. Мяч выходит из игры. Нголо Камте. Акунье. Есть свободное место на фланге. Очень уверен, он идет вперед с мячом. И нет в воротах никого. Аббастака. Отличный удар слета. Не, ну вы это видели. Ну это вообще. Чуть не повезло ему в этом моменте. Рауль. Юлиан Бранд. Думаю, самый... Может он идти дальше. И может тут быть опасно. Нет, ну у него, значит, футболисты с первого раса забивают. Мои... Я не понимаю. Не удивлюсь, если некоторые болельщики отправятся сейчас домой. В принципе, тут все ясно. Но настоящий болельщик никогда свою команду не бросает. И продолжают забивать и забивать. Сдается. Мяч на фланге. И тут есть свободное пространство. И удар должен последовать. Угловой будет после этого выноса. И в центр штрафной мяч достается вратарь. Играют они в пас. В какой момент нужно бить? Я думаю, голкипер много чего с трибун сегодня слышал. Не очень приятного. Может быть, это его разозлило. И вот он решил заиграть. Знаешь, я в чудеса не верю. Поэтому назову это просто с течением обстоятельств. Штрафной будет. Лхун-хун. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Могли забереть, если бы не защитник. Лголо Канте. Фокин Кореа. Арбитр даст висок через шесть минут. Юлиан Бранд. Развивается эта атака. Что-то из этого может получиться. И пас прямо сопернику. Конечно же, он перехвачит. Фокин Кореа. На голу Канте. Канте не смог мяч у себя удержать. Играет он на партнера. Забивать нужно. Штанга. Совсем чуть-чуть не повезло. Здорово он с мячом идет. Мяч у соперника. Табличка в руках четвертого судьи. Три минуты добавлено. И пойдет он дальше сейчас. Мяч достается сопернику. Тут явно не ожидал такого подарка. Арбитр назначает штрафной. Приличный доворот, но он все же попробует пробить отсюда. В общем, вот такой вот матч. Я уже не знаю, как тут играть. Вот интересно, покажут сейчас эти моменты. Давайте посмотрим. 4 гола пропустим. Ну не 9-10. Когда ставят 92-го против там 82-84, то вообще играть невозможно. Здесь уже полегче. Ну 91-92. Почти на раунд. Ну моменты, вот моменты, да. Ну забил. Хорошо. У меня было сколько моментов тоже. Ну я там несколько раз у них возле ворот стоял тоже. Так, выручают свою команду. Сейчас лопишь. Невероятное спасение. Сблизко к Бопе на дальнюю пошла подача. Ну вот отбил их ней. Голдкипер хотя был бы гол. Вот они так интересно закрутились, эти футболисты. Атака закончена и будет удар-отворот. Да, наверное, здесь можно конкретную травму получить при таком попытке забить гол. И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет. Вперед идет с чужим воротом. И пробил. Атака будет хорошо играть. Потеря и у соперника. Бол добавлял, ничего. Ну, вратарь тут пропустил, конечно, мог бы чуть-чуть. Не остановил судья игру и можно навесить. А паста как? Отличный удар с лета. Он здорово поймал мячик. Юлиан Бранд. Думаю, самый популя... О, да, расчищуете, был бы мой тоже гол. Два гола я не забил. Один у них вратарь отбил, один просто мимо пошел почему-то. Оказывается, такие именитые футболисты могут по ночью промахнуться. Так, ну давайте еще раз попробуем. Он сейчас веселей будет. У меня вот еще есть практически по четыре матча можно сыграть. Далее. Интересно, кто будет сейчас мой соперник. Ну, 94. Ну, это капец. Ну, ставят таких же, как... Ну, это я так, приблизился к их нему уровню немножко. Так, ну давайте пытаемся играть. Всем привет. Я свой звук отключаю, чтобы не слышно было кнопок. И, надеюсь, матч нас не разочарует. Комментирует для вас сегодня будут Константин Гинич и Георгий Черданцев. Игра в рамках Division Rival сегодня на ваших экранах. Похоже, матч у нас сегодня будет отменным. Для товарищеского матча не столь важен настрой, сколько важно проверить готовность состава и взаимодействие игроков на поле. Такие встречи всегда краеугольный камень подготовки команды. Уходит он от защитника. Не получилось вынести. Забирает мяч вратарь после потрясающего выноса буквально в ленточке. Да, момент был очень напряженный. Но забитого мяча мы не увидели. Очень хорошо он игру читает, мастерски. Ну, и нам показывает сейчас состав команды хозяин. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Куакин Горреа продолжает владеть мячом. Очень долго, пора бы уже как-то оботрять. И Хумельс выносит мяч. А это стартовая расстановка гостевой команды. Нас ждет яркая игра. Тренер выбрал атакующую тактику на этот матч. Да, и судя по расстановке, команда сыграет пас. Какая техника. Как он обращается с мячом? Вы только посмотрите. Забивать можно. В офсайде игрок по мнению судей. Ничего себе. И вот проходит он. Нет, не проходит, потому что арбитр поднимает флажок. Офсайд. Пирло. Однажды сэра Алекса спросили, кто лучший игрок планеты. Ну и разумеется, он назвал икону стиля Криштиану Роналду. Но на возмущение журналиста надо добавить, почему не Месси. Например, он добавил, что Месси не с нашей планеты. Дамы и господа, сегодня мы имеем счастье наблюдать за одним из лучших игроков в современности. Мяч у Роналду. Контент. А вот такой пас верхом на месте. Что дальше? На дальнюю штангу навес. Ну не пробить таким ударом вратаря. Слишком простым он получился. А момент-то был отличный. Пробей он тут чуть акцентированнее. И у вратаря были бы серьезные проблемы. Вирджил Ван Дэй. Без мяча остаются они. Попадают под пресс. Есть куда на фланге пройти. Вес в середину штрафной. Атарь отбивает мяч просто и надежно. Надо постараться доставить мяч в штрафную. Ситуация, как мы располагаем. А вот и отложенный штраф. Не очень частое явление в футболе. Но бывает и такое. Да, и очень здорово разобрался арбитр. Не стал останавливать игру. Дал доиграть в пижот. И после столько остановки. Но матч выписал желтую карточку этому игроку. Отлично в отборе сыграно. Аут. Акунье. 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 Фуакин Корреа. Идет мяч в штрафную. Отлично сыграно. Очень вовремя защитник мяч вынес. Бруно Фернандеш. Отлично он удар блокирует. Фернандеш. Криштиану Роналду. Все просто. Вынос. Кингсли Кома. Нголо Канте. Право Нголо Канте. Великолепный пас. Парашютиком бил игрок сейчас. Но голкипер все видел и момент контролирует. Фуакин Корреа. Вирджил Ван Дейк. Акунье. Фирло. Хороший пас в Афан. Андреа Пирло. Неплохой был пас. Но соперник эту передачу прочитал. Есть место на фланге, чтобы пройти. Груно Фернандо. Может он идти дальше. Канал Дуц забивает. Первый гол. Очень долго мучили мы его. И он меня все-таки забил. Не побоялся он взять игру на себя в этом моменте. И смелость его привела к голу. Отличные индивидуальные действия. Отличная техника. Все было сделано очень четко. 1-0 в нашей игре. Очередная точная передача в его исполнении. Он сегодня хорош. Фернандеш. Передача по флангу. Месси с мячом. Могут навесить хозяева. Тут контратака может получиться. Куракин Курле. Хорошо играет Терштегин сейчас. И покидает мяч штрафной. На голу Канте. Фернандеш. Фернандеш. Канте играет мастерски. Мяч у Роналду. Фокин Курле. Здорово играет. Очень точно делает передачу в сегодняшнем матче. Акунье. Пирло. Мголу Канте. Хорошо они с мячом работают. Хорошая владельница. Здорово он играет. Хороший шанс. Есть у команды застать соперником расплом. Мяч потерян. И на этом контратака их заканчивается. Мголу Канте. Вирджил Ван Гей. Две минуты и прозвучит звездок Артем. Акунье. Мбапе. Мголу Канте. Фокин Курле. Можно сделать нарез. Отражает мяч Тэр Штеггер. Берет этот удар Тэр Штеггер. Ну видите. Ну никак не могу я подобраться никаким воротам. Уже и так. И сяк. И удар хороший. И вратарь великолепный. Хорошо играет вратарь. Хоть дистанция и большая. Но все равно молодец. Да. Великолепным дальним ударом обладает этот игрок. Но и вратарь в порядке. Прекрасный удар. Но и вратарь хороший. Заканчивается первый тайм 1-0. Первый тайм не в мою пользу. Какой-то козел тут. Так. У них гол 1. Ударов 8. У меня 2. Ударов 6. У меня 1. Владение мячом у меня лучшее. Отборы мяча 2. У них есть нарушения. У меня угловых один. У них 2. У нас Анма Мессиа начинается второй тайм. Уходит мяч от Лео Мессиа. В голу конце. В правом голу конце. Великолепный пас. В голу конце. Вот так надо играть в обороне. Вовремя блокировать удар. Мяч словно приклеился к печаткам голкипера. Леонель Месси. Мбаппе. Месси. Хорошо. Атака развивается. Эх, жаль. Хорошая могла бы получиться атака. Коллега, хотелось бы услышать твой короткий анализ игры Месси в первом тайме. На голу конце. Груно Фернандеш. И прекрасная передача в направлении к Криштиану Роналду. Подача дальше Ван Дайка не прошла. Можно провести контратаку. Пирло. Мбаппе. Месси. Месси. Можно на вершу. Выносить надо. Не удалось мяч вынести. Надо обороняться, продолжать. Есть место на фланге, чтобы пройти. Фернандеш. Так, только не останавливайся. Гол. Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча. Ну вот как, ну как, ну не знаю, у них так легко голы забиваются, а у меня невозможно. Два мяча теперь одна команда ведет, солидное преимущество. Месси. Месси уже вывел футбол как игру на новый уровень. Породительно, но собственного футбольного столка он, кажется, до сих пор не достиг. Именно поэтому мы не устали от его золотых мячей, бесконечных рекордов и голов. Месси по-прежнему развивается и удивляет. Не удается удержать мяч Месси. Танте хорош на перехвате. Мяч вперед идет к чужим воротам. Есть вариант развития атаки. Голкипер справляется с этим ударом на отлично. На голо Канте. Очень вовремя он сыграл на перехвате. Уходит мяч от Лео Месси. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Потери и мяч у соперников. Лионель Месси. На фланге есть свободное место. Хорош Канте. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хороший. Месси. Вот Месси. Любит он подключаться с фланга. Игра станет. Новый ли наш штрафной. Свежий игрок войдет в игру у нас. Подавать он отсюда будет в чужую штрафную. Здорово Ван Дайк мяч перехватывает. Отличный шанс есть для контратаки. Он накручивает соперников одного за другим. Слишком поторопился игрок. Залез во встать. Довольно оригинальное решение принимает тренер команды. Выпускает еще одного форварда. Как знать, может быть, хочет выиграть с крупным счетом сегодня. Мбаппе. Пирло. Месси. Оффсайд циклилизирует боковой. Левой ноги этого игрока боятся все вратари мира. Именно ей Месси пишет свои футбольные шедевры. Любопытно, что по мячу Месси бьет почти без запаса. Правом голоконте. Великолепный пас. Не увенчалось успехом. Это атака. На вынос он играет и будет подмечать из-за боковой. Думаю, самый популярный человек сейчас на трибунах – это судья. Болельщики, конечно, недовольны его решением. И пробил. Но если с такой дистанцией не забивать, то откуда же бить-то тогда? Тут явно пошло что-то не так. Он старался, видимо, пробить на точность, но то ли в последний момент передумал, то ли мяч с ноги свалился. В общем, получилось то, что получилось. Разгадали замысел соперника. Только они и завладели мячом. 81-я минута. Отдает он мяч партнеру. Здорово он с мячом идет. И это удар! Здорово играет Лобеш! Играет он на партнера. Чуть выше ворот. Опасно было! Удар хороший до исполнения. Жаль, этому удару не хватило точности. Акунье. И теряют они мяч. Ну и где же навес? Защитник отводит опасность от ворот и разрешает обстановку. Классно он мяч перехватил. Отличную игру прочитал сейчас. Хорошо атака развивается. Хорошо действует Хумель с передачи в предыдущем. Федерико вольвер. Может он идти дальше. Очень опасно могло быть. Мбаппе. Грунальду. Вынос. Главное, чтобы повыше и посильнее. Продолжительный и троекратный финальный свисток. Ну вот все равно с перевесом, конечно, в 91-94 он меня выиграл. У меня не было опять никаких удавшихся попыток. Хотя ворота я бил. Как всегда все мои футболисты промазали. Как всегда меня кинуло на супер сильного противника. Даже с тем, что у меня 5 сильных футболистов. Но остальные у меня не такие сильные. Он сейчас покажет моменты все эти. Ну не пробить таким ударом. Вратаря, слитка. Право, вратарь. Прикошет, мяч уходит за пределы поля угловой. Есть место на фланге, чтобы пройти. Грун на Фернандо. Ну вот, да, почти гол был. Вот, в последний момент выпрыгнул. Интересно, сколько надо сделать попыток, чтобы забить? Наверное, с 10-1 забьют эти футболисты, да? Вот мой случайно отбить не смог. В последний момент. Обидно, конечно. И пробил. Но если с такой дистанцией не забивать, то откуда же биться тогда? Тут явно пошло что-то не так. Играет он на подкора. Чуть выше ворота. Опасно было. Удар хороший на исполнении. Жаль, этому удару не хватило точности. Ну да, у него ударов 15, а у меня 2 ударов створ. Владение мячом у меня лучше. Отборов у него больше. Нарушений у него. Более дерзкая игра. Вот у них больше ударов по воротам. А у меня как-то меньше. Наверное, если чем больше ударов, тем больше шансов забить, наверное. Значит, надо думать над тем, как подбираться лучше к воротам. Наверное, у меня вот не получается как-то. Вроде как у меня и лучше владение. И дольше я его держу, этот мяч. Но вот к воротам у меня не получается пробиться. Основное, это надо голы забивать, а не просто мячом владеть. Так, на этом я сегодня заканчиваю. Если понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Да, давайте вот еще зайдем, что-то я здесь смогу забрать. Так, дали мне здесь тысячу монет на пять мячей. Тысячу монет на пять матчей. А, бонус. То есть пять матчей играю, но фактически пять тысяч могу получить монет. На этом все. До скорых встреч. До свидания.